сегодня у нас третья часть видео по нашему детектору масок с статистикой на удаленном сервере и сегодня мы рассмотрим вариант удаленного сервера в облаке для примера мы возьмем амазоновский avs мы создадим на нем instance склонируем репозиторий с нашими нашей статистикой развернем докер контейнеры через докер композ далее мы запустим на нашем джетсона на наш контейнер по детекции пропишем в настройках запуска контейнера уже наш публичный адрес нашей статистики и в принципе откроем наш публичный адрес в виде веб-странички и посмотрим каким образом у нас работает обновление статистики которая идет через джетсона на окей у нас уже у меня уже есть здесь instance но мы сейчас пройдемся с нуля каким образом нам нужно создать на что обратить внимание кратко я расскажу здесь неважно айпи адрес я ничего не скрываю я в любом случае это аккаунт мой временный я удалю все инстанции поэтому с точки зрения безопасности здесь ничего страшного если я здесь все публикую ничего не замазываю окей начнем создание инстанса заголовки быстрого старта по пишем будто я использовал 2004 но принципе вполне можно использовать 18 4 любом случае мы внутри самой системы ubuntu будем запускать все наши аппликейшен и в контейнерах давайте использовать 18 4 нажимаем здесь далее здесь выбираем обязательно вот микро потому что на него самая низкая цена на этот инстанс здесь я не буду останавливаться здесь принципе в строках таблицы все описано сколько ядер процессора сколько гигабайт памяти дается и так далее самый главный параметр вот то что у нас есть айпи в 6 но в принципе он на всех инстансах и и пиво 4 и пиво 6 он уже будет так далее детали конфигурации здесь всего по умолчанию мы оставляем единственное я сейчас обращу внимание на этап связанный с портами который нам нужно будет открыть немножко дальше сторич здесь в принципе можете оставить 8 гигабайт да ну принципе можно будет потом будущем расширить если захотите оставить этот же инстанс далее теги никакие не будем оставлять хотя в принципе можно было ключи прописать здесь если это все таки веб-сервер так относительно групп security можем здесь же прописать новую группу у меня уже есть группа я могу ее выбрать я создавал я просто покажу по ней что обязательно нужно будет прописать вот допустим если мы создаем новую группу вам нужно будет дополнительное правило прописать для новой группы я сейчас этого делать не буду я покажу по то тому что я уже создавал у меня вот есть уже тест mask detect конкретно по этой группе нужно будет создать еще дополнительно два правила кроме правила ssh это правило на порт открытый внутрь то есть входящий исходящий 8501 это для нашего стрелита и 1883 сейчас не помню но я помню точно что кант один из контейнеров докер компози требовал тот порт немножко позже посмотрим что именно за порт так далее review lunch так и запускаем вот следующий момент очень важный это безопасность относительно входа по ssh и в целом работы с вашим инстансом это ключ приватности от amazon а я уже его сгенерил генерируется следующим образом на последнем шаге вам предложит либо выбрать существующий ключ либо создать новый если создаете новый пишите его имя и скачивайте его в доступное для вас место я использую собственное хранилище на текущем макбуке у меня это папочка с моими ключами которые отдельно еще и под под паролем стоит вот я буду использовать его вот у меня уже создан в схеме бихеверс соглашаемся запускаем станции так довольно быстро принципе этот простенький инстанс собирается в ее инстанс из вот у нас без имени делаем рефреш так все вот он запущен основное то что нам нужно будет обратить внимание это вот приватный а пиво 4 и пи адрес как зайти по ssh можно чтобы не вникать сейчас документации покажу быстрый способ нажимаем правой кнопкой далее connect саш клиент вам нужно будет в том месте в котором вы сохранили свой ключик приватности дать ему права 400 на чтение на запись далее вам нужно будет под коннектиться к публичному днс ну вот я здесь пример вам сразу же amazon предложит пример по ssh копируем его заходим в папку в которой вы сохранили ключ публичный ключ security для amazon извиняюсь так вот у меня здесь лежит документа хвост кейс далее вставляйся саш далее идет наш ключ с расширением примата ключи security групп security которые навс дает далее идет имя юзера ну принципе стандартно как допустим там на ту же малинку connect или силе в целом pssh для того же джетсона то есть сначала идет имя пользователя в системе собачка а потом идет либо ip адрес в нашем случае amazon дает вот таким образом это приватный айпи плюс домен внутри самого вас то есть он таким образом генерит заходим подпись у меня в системе еще этого инстанция нет поэтому подтверждаем все мы в системе instance мы развернули давайте посмотрим где мы корневой home бунта вот нашим пользователя далее instance все в принципе а то что касается кабинета внутри самого веса нам пока принципе эта вкладочка не нужна и все что связано с ним следующее что нам нужно сделать это склонировать наш репозиторий мазкам здесь случайно какое-то время на репозиторий есть заходим наш мазкам далее нам нужно будет зайти в папочку сервер что у нас здесь есть следующее что нам нужно будет сделать это вот эти темплит и которые для фронт-энда для бэкэнда и для базы данных нам нужно будет скопировать без расширения то есть точка чтобы называлась я прям что быстрее это все было скопирует отсюда то есть то же самое для фронт-энда копируем его все это нужно для того чтобы мы не не терли наш темплит видоизменяли наши основные файлики но и в целом когда докер компост будет собирать он будет использовать именно вот эти вот файлики так следующее что нам нужно будет сделать и по тому же мануала которые есть дети это изменить всего лишь один файлик это database and открываем либо вимом либо на на кому чему удобно так и нам здесь нужно будет изменить вот то что у нас вот после равно имя пользователя пасгресс давайте я все же не в на на виме так терактивный режим здесь что-нибудь пишите так пароль я тоже сделаю какую угодно пусть будет 1 до 8 потом все равно этот инстанс я удалю так ну и имя базы данных пусть будет маска detect так выходим с интерактивного режима проверяем так все на этом все что связано с репозиторием с настройками базы данных здесь принципе мы закончили далее нам у нас инстанс новый поэтому нам нужно будет поставить докер поставить докер композ здесь сейчас приостановлюсь чтобы в принципе это такая рутинные операции есть множество мануалов на том же официальном сайте докер и документации есть как поставить сам докер как поставить докер композ здесь сделаю для вас это будет небольшая пауза и сразу же вернемся когда у меня будет стоять на инстансе докер докер композ докер я поставил докер композ я поставил единственное хочу остановиться на одном моменте ставьте последнюю версию докера докер композа иногда бывают трудности со сборкой контейнеров когда ну я замечал это на самом азоне что если версия не самая последняя есть трудности со сборкой вот поставил последней версии принципе у меня час на инстансе на амазоне все завелось нормально окей так вернемся дальше поднимаем теперь контейнеры так мы находимся сейчас внутри директории сервер у нас здесь есть докер композ поднимаем его так есть и следующее что нам нужно будет сделать это нам нужен будет адрес публичный и стрим литовский 8501 да на эту штуку пока не обращайте внимание сейчас нужно будет еще раз рефреш сделать вот вот в принципе наш сервер работает здесь еще мы не коннектили к этому адресу нашему публичному на амазоне нашу джетсона на соответственно у нас в базе еще нет ни одного девайса сейчас что мне нужно будет сделать мне нужно будет сейчас на какое-то время приостановиться на этом экране запустить джетсона на в нем в настройках запуска контейнера указать уже публичный адрес этого инстанса и здесь мы в принципе сделаем обновление и у нас в списке девайса появится джетсона на на котором идет уже детекция то есть интернет сервер на сам на самом джетсона на уже будут работать и соответственно когда я пропишу этот публичный адрес амазона в самом джетсоне на на он будет всю статистику слать именно на amazon и мы здесь уже ее увидим окей здесь я приостанавливаюсь и через мгновение я вернусь тело джетсона на во втором окне терминала я открыл здесь у меня джетсона на после саша зашел к нему внутри моей сети это вот такой адрес но на самом деле опять же вы можете поставить то что я говорил предыдущем видео стик с модемом и принципе удаленно где-то поставить этот это джетсона на либо подконнектиться к вай фай сети того места где будут стоять устройство с этой камерой окей проигрываем кейс сейчас что у нас публичный сервер у нас доступен к серверу джетсона на сможет отдавать данную статистику и принципе мы посмотрим результат окей на джетсона на та же команда что и предыдущий раз когда я запускал я ее подкорректирую сейчас тоже те настройки единственное что мы здесь меняем мы меняем наш публичный адрес сервера статистики mqtt у нас это 339 204 далее имя девайса давайте допустим в принципе то же самое пусть будет паблик так это адрес внутри моей сети джетсона на на вот по которому я сейчас нахожусь порты которые мы открывали вот то о чем я говорил для амазона важно будет открыть вот эти порты для того чтобы статистика и все контейнеры работали как на прием так и на иные и внешние внешние данные могли выходить из контейнеров так запускаем на джетсоне на на так сервис статистики стартанул ну и теперь возвращаемся к нашему клауду к нашему фронтенду обновляем и вот пожалуйста появился наш сервис который у нас работает сейчас на джетсоне на на давайте я сейчас зайду в кадр сделаю несколько входов выходов с маской и без маски и далее мы обновим сервис статистики и посмотрим что у нас здесь получилось пока здесь на мгновение я остановлюсь так продолжаем я сделал несколько входов в поле зрения камеры одевая маску снимая маску с поворотом головы в общем постарался сгенерить статистику которую сейчас посмотрим здесь я специально ничего не обновлял то есть как у меня в кэше было до того как я вхождение первое делал так у меня все осталось обновляем наш статус вот у нас появилась уже статистика и появились файлики которые у нас на нашем девайсе на джетсоне на на у нас они висят и мы прямо с амазоновского облака то есть вот где у нас сейчас развернуты вот эти все сервисы сервис статистики можем это все скачивать как помните с предыдущего видео все это доступно только до тех пор пока у нас наши edge девайсы то есть в текущем случае это nvidia джетсона на он активен то есть у него есть доступ к интернету соответственно на нем запущен контейнер и сервис детекции работает в противном случае здесь эти файлы будут недоступны вот ну здесь все то же самое что в предыдущем видео рассказывал фильтрация выбор по датам выбор устройств все это работает вот ну вот в принципе как это все можно развернуть на том же амазоне либо на google cloud либо microsoft не важно в принципе суть будет одна и та же вам нужно линукс подобная система то есть я использую дистрибутив Ubuntu можете использовать какие-то свои главное чтобы там была возможность использовать докер докер композ внутри докер композа мы по сути разворачиваем сервисы которые нам и создает backend frontend и держит нашу базу данных все вся статистика которая летит со всех edge девайсов она будет отображаться у вас в таком упрощенном упрощенном виде на этом все пробуйте смотрите возможно у вас получится собрать собственность сервер и в принципе все то же самое что мы только что сделали вполне реально сделать на собственном сервере который мы кратко рассматривали во второй части видео с этого сервера вы можете сделать полноценный публичный адрес привязать его к какому-то домену и эту статистику публиковать где-то допустим вот девайс только один у меня здесь у вас может быть десятки то есть сотни этих девайсов и они будут все отображаться здесь важный параметр важный шаг когда вы запускаете сервис детекции который у вас будут на edge девайсах запущенный важно укажите сервер статистики на который будет все это дело складываться лететь ну и соответственно сейчас у меня это в интерактивном режиме можно в на джи цена на создать системный файл который будет при загрузке то есть сервис который будет при загрузке ubuntu подхватываться загружаться там будет команда докера и соответственно по умолчанию при загрузке вашего edge девайса у вас будет загружаться сервис который будет детектировать то на что обучена ваша нейронная сеть и соответственно эту статистику слатьте в те настройки которые у вас на edge девайсе будут вот на этом все смотрите смотрите пробуйте гитхаб link я также прикладываю как и в предыдущих видео здесь в принципе все то же самое что я рассказываю но мне кажется даже более подробно всегда расписано вот как это работает на на инстансе на амазоне можете для примера развернуть это все на google cloud и может быть даже дешевле будет хотя что мне так кажется что все таки дешевле будет на всем том что не амазон всем спасибо извиняюсь если задержался с третьей части видео были какие трудности с проектом текущим но сейчас уже все хорошо постараюсь сейчас новое видео укладывать немножко чаще гораздо чаще всем спасибо пока